На Каспии чужаков не пропустим. На Каспии чужаков не пропустим моряки, морские пехотинцы и авиация ПВО успешно выполнили учебно-боевые задачи по обеспечению защиты и обороны Прикаспийского района. Каспийское море богато своими биоресурсами, полезными ископаемыми и является стратегически важным направлением для реализации внешнеполитических задач России. Исходя из важности Прикаспийского направления, министр обороны РФ в конце прошлого года принял решение по наращиванию здесь военной группировки. В соответствии с этим был изменен район базирования Каспийской флотилии. Ее корабли перебазированы из Астрахани в Махачкалу и Каспийск. В настоящее время в новом месте дислокации возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье для военнослужащих и социальные объекты. Помимо этого, ведется строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений северного и южного оградительных молов с причалами. Также специалистами проводятся работы по углублению дна во вновь образованной акватории. Для ремонта кораблей и вспомогательных судов флотилии планируется наладить сюда ремонтное производство на базе завода «Дагдизель». Под новые цеха и доки уже выделено более 7 гектаров земли. Вместе с этим строительные работы не мешают подразделениям и частям успешно выполнять учебно-боевые задачи. В ходе исполнения решения министра обороны РФ на Махачкалинском аэродроме у этажа организовано круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе оперативной группы истребителей Су-27СМ-3 с полным боекомплектом. Они в любой момент, как только возникнет угроза нарушения воздушных границ России, готовы подняться в воздух и выполнить боевую задачу по защите наших воздушных рубежей. Как объяснили специалисты, дежурство осуществляется также для пересечения нарушений летательными аппаратами порядка использования воздушного пространства РФ, прикрытия кораблей и объектов инфраструктуры Каспийской флотилии, охраны и обороны Международного аэропорта Уэтаж, Махачкала, а также для ликвидации возникающих в небе террористических угроз. Для комфортного несения боевого дежурства летчикам и техническому персоналу оперативной группы на территории аэродрома развернули модульный военный городок. Для повышения боевой готовности и оттачивания мастерства личный состав оперативной группы ежедневно проводят соответствующие тренировки. Так, группе журналистов в федеральных СМИ удалось присутствовать на одной из них и увидеть профессионализм военных летчиков и специалистов наземных служб авиационного подразделения. По команде воздух в считанные минуты истребитель был подготовлен к полету и взлетел, чтобы отработать по учебному нарушителю. Когда пилот приземлился, он доложил, что в ходе тренировки выполнил перехват условного противника и вынудил его совершить посадку на оперативном аэродроме. Под стать летчикам свой высокий профессионализм продемонстрировали и морские пехотинцы. Группа журналистов присутствовала на учении подразделений морской пехоты Каспийской флотилии на полигоне Скорпион. По легенде учения, противник силами десантно-штурмовой группы захватил участок побережья и организовал там оборону. Перед морскими пехотинцами стояла задача атаковать противника с моря, при поддержке авиации кораблей на БТР-90 совершить десантирование на берег и стремительными действиями передового отряда десанта захватить выгодный плацдарм для дальнейшего развития наступления. В результате грамотно спланированных действий и высокой выучки личного состава военнослужащие батальона морской пехоты умело и в короткий срок выполнили эту задачу. В ходе подобных занятий по тактической подготовке применяется принцип двусторонности и отрабатываются действия батальонной тактической группы при десантировании в определенных условиях, рассказал командир отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии полковник Павел Зеленский. Каспий сегодня надежно защищен нашей армией в воздухе, на суше и на море. В надежной защите нуждается не только прикаспийская земля, но и само Каспийское море. Сегодня имеется много охотников заполучить себе часть его акватории, в том числе из государств, берега которых водами Каспия не омываются. Поэтому сильный флот является залогом сохранения внешнеполитических интересов России в Каспийской акватории. Оставить таковых за бортом задача в том числе экипажи кораблей и судов обеспечения Каспийской морской флотилии. Свои высокие достижения в боевой подготовке моряки Каспийцы постоянно подтверждают соответствующими оценками в ходе выполнения учебных задач. Так, группа журналистов свершила выход в море на борту малого ракетного корабля «Углич» и увидела экипаж в деле. Кстати, именно с этого корабля в 2015 году был нанесен сокрушительный удар ракетами «Калибр» по позициям бандформирования группировки ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в России, в Сирии. Эффективность и эффекты этого ракетного удара были настолько велики, что заставили сменить тон некоторых зарубежных партнеров России в дискуссиях по решению проблем в Сирийской Арабской Республике. В этот раз МРК «Углич» в составе ударной корабельной группы выполнял сдачу итоговой учебной задачи за зимний период обучения. Экипаж корабля обязан был уничтожить мину, выполнять стрельбу из орудия главного калибра, обеспечить безопасность корабля на якорной стоянке от действия диверсионных групп подводных пловцов условного противника, уничтожить штатными средствами ПВО сброшенную с самолета неприятеля бомбу и совершить маневр против высокоточного оружия. Со всеми задачами экипаж корабля справился, но особенно поразили действия комендора старшего электрикозенитной ракетной батареи старшины первой статьи Хабиба Мерзабикова. В результате точной стрельбой 16 патронами он трижды поразил макет мины при двухбальном волнении моря. При этом Мерзабиков только недавно освоил новую специальность, и это были его первые стрельбы. Действия комендора командир корабля капитан 2 ранга Михаил Степанов оценил на отлично. Кстати, выполнение этого упражнения можно смело назвать фирменным почерком МРК «Углич». В 2016 году на Кубке моря, который проводился в рамках армейских международных игр, другой комендор этого корабля старшина второй статьи Рамиль Загиров уничтожил учебную мину на расстоянии 800 метров со второго выстрела, и при этом корабль шел на максимально установленной скорости в 12,9 узла. И все же даже боевые корабли, имеющие на борту современные вооружения и хорошо подготовленный экипаж, нуждаются в защите от действий подводных диверсантов противника. Чтобы обеспечить безопасность кораблей, в составе Каспийской морской флотилии действует специальное подразделение боевых пловцов. Для этих целей в настоящее время идет строительство центра по их подготовке. По своему оборудованию и оснащению он представляет собой уникальное сооружение. В оборудованном по последнему слову бассейне боевые пловцы имеют возможность круглогодично оттачивать мастерство и заниматься боевой подготовкой с применением специального вооружения. Также в учебном центре имеется современная барокамера. Она предназначена для тренировки личного состава, а также спасения водолазов в случае экстренного поднятия наверх. Чтобы сберечь здоровье военнослужащего, боевого пловца оперативно помещают в барокамеру, где постепенно, уменьшая давление, выводят его, так сказать, на поверхность. Кстати, желающих служить в этом элитном подразделении сегодня много, но не каждая может поступить сюда на службу. Как сказали специалисты центра, самый главный критерий для кандидатов это отличное здоровье. Предпочтение отдается тем, кто занимался легкой атлетикой, потому что боевые пловцы в ходе подготовки совершают многокилометровые кроссы и длительные марш-броски с полной выкладкой. Те, кому посчастливилось пройти отбор, с гордостью отмечают, что им нравится служить в этом элитном подразделении. Высокие результаты подготовки подразделений и частей, дислоцирующихся в Прикаспийском районе, оснащение сил и средств современным оружием и отвечающие всем современным вызовами требованиям инфраструктура являются подтверждением того, что Каспий сегодня надежно защищен нашей армией в воздухе, на суше и на море. Андрей Калий, Красная Звезда